Сегодня начался суд по факту смерти ученика школы-интерната имени Есет-Батыра. На скамье подсудимых два юноши. Процесс проходит в закрытом режиме. За последнюю неделю повысились цены на ряд популярных продуктов питания. Сильнее всего подорожали соль и лук. Незначительно подешевели яйца и куриное мясо. На Моресево продолжается ремонт водопровода. Работу планировали завершить до 4 сентября, но теперь сроки сместились на конец первого осеннего месяца. А на улице Казангапа необычное ноу-хау. Применили при укладке нового тротуара. Прямо на пути пешеходов оказали салбы линии электропередачи и фонари. Здравствуйте! В эфире программа «Факт». Студия работает Ляза Цальменова. Сегодня в октябре началось судебное разбирательство по факту смерти ученика школы-интерната имени Есет-Батыра, который 11 апреля в кампусе учреждения потерял сознание и умер. Позднее появилась информация, что у восьмиклассника перед этим избили старшеклассники. На скамье подсудимых оказались два юноши. Мать и погибшего, и пресса оказались вне зала заседания, потому что судебный процесс был объявлен закрытым. Нам сказали, что раз в деле фигурируют несовершеннолетние, то судебный процесс будет закрытым. И нас выставили из зала. Только отец погибшего и представители стороны потерпевших будут участвовать от нас. Почему и СМИ выгнали тоже? Это резонансное дело. Пусть вся страна знает. Погибший биг-султан Абу-Бакир учился в восьмом классе специализированной школы-интерната колледжа Олимпийского резерва имени Есет-Батыра. Он пришел в эту школу со своим братом-близнецом в шестом классе. Жизнь мальчика, мечтавшего стать олимпийским чемпионом, продлилась недолго. В тот роковой день, 11 апреля, он потерял сознание и в сознание больше не пришел. На скамье подсудимых двое несовершеннолетних той же спортивной школы имени Есет-Батыра. Их судят по статье «Умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности и смерть потерпевшего». За последнюю неделю в октябре наблюдалось повышение цен на ряд популярных среди горожан продуктов питания. По данным департамента статистики, сильнее всего в цене поднялись соль и лук. Но было и незначительное удешевление товаров, яиц и куриного мяса. Индекс цен на социальные и значимые продовольственные товары по городу Ак-Тюбе за неделю наблюдалось повышение цен. Это на лук на 3,2, на соль 2,1, на масло подсолнечное 1,6, на капусту 0,8 и на картофель 0,6. Также наблюдалось снижение цен на яйца 0,3 и на части курицы 0,1. Жители района Астана недовольны разбросанным по улице сухостоем. По их словам, в начале августа срубленные деревья не были вывезены работниками коммунальных служб. Сухие сгнившие ветки портят внешний вид, говорят жители улицы Сатпаева. Но в то же время горожане похвалили подрядчиков по очистке контейнерных площадок за своевременный вывоз ТБО. У нас же кооперативный дом, так убирают, но вот мы писали в администрацию письмо, у нас там футбольное поле, и все разбито, и мячи летят прямо на детскую площадку. Ну не знаю как. Район какой? А вот Сатпаева 22 двор. У нас всегда был хороший двор, а вот теперь и деревья спилить верхушки, потому что одно дерево упало на машину, прям хорошо, что там никого не было. А так в городе, конечно, желают лучшего. Живу в частном секторе. Два раза в неделю у нас мусор убирают, но когда по дворам многоквартирных домов прохожу, замечаю, что грязно. Так быстро, как того хотелось бы. У нас одна контейнерная площадка на несколько домов. Быстро наполняется. По улице Моресева продолжается ремонт водопровода. В результате движения автомашин по одной из полос ограничены. Ремонт проводится на отрезке улицы, начиная от проспекта Мира до улицы Пацаева. Все работы заказчики из «Актьюбесу Энерджи Групп» ранее планировали завершить до 4 сентября. Но теперь сроки сместились на конец первого осеннего месяца. На данный момент по улице Моресева, подрядная организация «Актьюбесу» «Суэнерджи Групп» ведутся работы. Данные работы ориентировочные завершения к концу сентября. Все работы идут в штатном режиме. Все элементы благоустройства после работы будут восстановлены в полном объеме. На улице Казангапа не так давно появился новый тротуар. Вот только проявили его подрядчики прямо через столбы электропередачи и освещения. Теперь местным жителям приходится передвигаться по новой дорожке с оглядкой, чтобы не врезаться в неожиданное бетонное препятствие. В городском Акимате сообщили, что подрядчик не следовал проекту и теперь должен все переделать. В то же время опрошенные местные жители негодуют от несогласованности действий благоустроителей и не понимают, почему столбы нельзя было своевременно сместить в сторону. Вот так выглядит новый тротуар по улице Казангапа. Четыре столба электропередачи и освещения вдоль проезжей части стоят прямо на середине пешеходной дорожки. Местным жителям приходится сохранять длительность при передвижении, чтобы не столкнуться лбом с бетонным препятствием. Такая странная технология строительства вызывает у горожан недоумение. А кто-то воспринял новшество с иронией. Очень хорошо. Грязи нет, лужи нет. По лужам не надо идти, как раньше ходим не по лужам. Очень хорошо. Побольше надо. Немножко к дереву надо было сделать тротуар, а не так, на столб, короче. Вот это тоже непродуманно же все сделали. Неправильно. Почему так? Это значит, кто там проектировщик или кто-то ответственный за это, кто это делает вообще. Они же должны рассмотреть же, как это делается. В прошлом году делали, делали. Побросали стройматериалы, все побросали. Все, год прошел. Теперь вот доделали эти дорожки. Через год еще что-нибудь сделают. По словам местных жителей, перед строительством тротуара подрядчики в минувшем году установили сперва новые металлические фонарные столбы. Но запитывать их не стали. Вот в прошлом году поставили, это же год. Вот столбы поставили. А фонари где? Это для чего поставили тогда? Это во-первых. Во-вторых, эти вот фонари стояли сто лет. Они еще сто лет простоят. Для чего эти фонари поставили? Ну, может, по проекту так положено, я не знаю. Но вообще факт, они здесь только мешают, если честно говоря. Свет по-прежнему исходит от бетонных столбов, стоящих на тротуаре. А сам тротуар по их стороне улицы появился уже в этом году. Но, как оказалось, и его сделали с нарушением. По разумной технологии подрядчики должны были либо обогнуть столбы, либо перенести их. В Акимате сообщили, что власти подали в суд на строителей за нарушение проекта. Теперь виновные должны демонтировать построенное. Вот только что именно рабочие должны исправить, непонятно. Новые металлические столбы, старые бетонные или вовсе перестрелить тротуар. В Акимате тоже по всей видимости этого не знают. Влад Рогушев, программа «Факт». Аким области Асхат Шахаров провел прием граждан, сообщает пресс-служба областной администрации. Прием был организован в здании «Анагатахзам». Со своими проблемами главе региона обратились 22 актубинца. Жители области волновали вопросы обеспечения жильем, выделения земельных участков по ДЖС, коммунальные проблемы, предоставление социальной помощи. В приеме приняли участие руководители госорганов, которые консультировали население по интересующим их вопросам. Глава региона дал конкретные поручения по содействию решения проблем граждан в рамках закона. Напомним, прием граждан по личным вопросам Акимом области проводится на регулярной основе по предварительной записи. Президент Казахстана Касам Жумар Тукаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан, сообщает пресс-служба Акурды. В аэропорту Дошамбе главу государства встретил президент Таджикистана Эмумали Рахмон. В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне, в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран. Планируется подписание ряда двухсторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Казахстанские фермеры получат удешевленный сжиженный газ. Сегодня состоялось первое заседание оперативного штаба по вопросам осеннеполевых работ. На 20 августа в Казахстане уже намолочено 2 миллиона 200 тысяч тонн, убрано миллион 100 тысяч тонн зерновых. Состояние 76% посевов оценивается как хорошее, 22% как удовлетворительное. В регионы уже поступили заявки на удешевленное топливо для работы зерносушилок в объеме 61 тысячи тонн. Однако в ряде областей сушильные агрегаты работают на сжиженном газе, что требует поставок удешевленного топлива. Заместитель премьера Серик Жумангарин поручил просчитать необходимый объем и включить фермеров в список очередников на удешевленное топливо. Онлайн-карта паводков с мониторингом появилась в Казахстане. Казгидромет открыл доступ к интерактивной карте гидрологического мониторинга. Карта предоставляет подробную информацию о текущем состоянии водных объектов Казахстана. Данные с 377 пунктов наблюдения поступают на сайт и отражаются на карте. Казахстанцы смогут узнать фактический уровень воды и опасный уровень. Данные обновляются ежедневно в 12 часов. Комитет национальной безопасности возбудил уголовное дело против должностных лиц Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматы, а также по Алматинской области и ЖТСУ. Проводится досудебное расследование по статье «Получение взятки». КНБ пресек незаконный провоз лекарств в Казахстан. Это произошло в пункте пропуска Алтын-Коль в области ЖТСУ. Лекарственные средства неизвестного происхождения – 80 тысяч ампул, без сопроводительных документов были обнаружены в железнодорожном контейнере. Груз передали в Департамент экономических расследований для принятия процессуального решения. В области Абай работники локомотивного депо использовали вымышленные погодные условия, чтобы воровать дистопливо. По разработанной схеме искусственно завышали расход и незаконно присвоили дизельное топливо на 920 миллионов тенге. В результате судебного разбирательства начальник депо приговорен к 8 годам лишения свободы, машинист – к 7 годам. Ущерб будет взыскан с осужденных. Более 150 тысяч казахстанцев ограничили себя от азартных игр через ЕГОВ. Онлайн-услуга появилась в марте. Казахстанцы могут подать заявление о добровольном ограничении своего участия в азартных играх и ПАРИ на срок от 6 до 12 месяцев. После подачи заявки у человека забирают доступ ко всем легальным игорным заведениям и сайтам лицензированных букмекерских контор. В Павлодаре намерены объявить чрезвычайную ситуацию природного характера, передает Костак. Речь идет о техническом этаже в подъезде жилой девятиэтажки. Жильцы обратились в жилинспекцию с просьбой принять меры. Техническое состояние железобетонных плит покрытия предварительно оценено как аварийное. Разрушение происходит из-за длительной эксплуатации без производства текущего ремонта. Президент Казахстана Касымжам Артакаев подписал указ о награждении шахтеров. Кавалерами ордена Курмет стали 36 шахтеров. Один награжден орденом Янбек-Данкы второй степени. 27 горняков награждены орденом Янбек-Данкы третьей степени. Медали Ерен Янбек-Гэушин удостоены 43 человека. Сейчас небольшой блок рекламы, а во второй части вы увидите. На Акцюбинском водохранилище началась масштабная реконструкция. Помимо текущего ремонта, стратегический объект приведут в соответствии с нормами безопасности. В Казахстанцев с хронической почечной недостаточностью становится все больше. В наш город приехала врач-нефролог из Астаны, которая провела консультации пациентов. Юношеская сборная Казахстана заняла третье место на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Акцюбинские юноши внесли свой вклад в медальную копилку. Авиасейлс Кз. Поиск дешевых авиабилетов. Папа, чем я буду заниматься после окончания университета? У твоего будущего нет границ. Ты можешь заниматься чем угодно. Я хочу заниматься своим любимым делом. Хочу менять мир вокруг. Вдохновлять людей. И создавать что-то действительно цель. Но смогу ли я? Конечно. Ты можешь стать предпринимателем прямо как я. Точно. Могу создать свое приложение. Или помогать нуждающимся. А еще могу открыть свою школу. Я хочу помогать людям становиться увереннее. Хочу, чтобы каждый мог быть услышанным. Может, ты хочешь обучать людей ораторскому искусству? Самое главное, я тебя всегда поддержу. Измени свое будущее и стань предпринимателем вместе с экосистемой ERG. Вирус гепатита проникает в организм через грязные руки, зараженную воду и продукты, через контакт с больным человеком. Вирус поражает печень, угрожая здоровью и жизни. Особенно опасен гепатит для детей. Симптомы болезни. Высокая температура, ломота в суставах и мышцах, пожелтение кожи и склеры глаза, головная боль, потеря аппетита. Болезнь сложно и долго лечить, но можно избежать заражения. Мыть руки, соблюдать гигиену, не пить из открытых источников и проводить термическую обработку продуктов. Основные правила профилактики. Оградите от опасности детей. Сделайте прививку. Вакцинация по национальному календарю прививок проходит с двух лет. 40 случаев гепатита А с начала года в Ак-Тубе – слишком высокая цена за беспечность. Защитите себя и своих близких. На Ак-Тубинском водохранилище началась масштабная реконструкция. Помимо текущего ремонта оборудования, стратегический объект приведут в соответствии с действующими нормами безопасности. 10 километров от города и совсем другой воздух. Здесь всегда сильный свежий ветер. И даже если в городе жара, тут персонал всегда в куртках. В конце марта, начале апреля специалисты находились на плотине круглосуточно. Но поводок даже самый сильный – явление скоротечное. Самые продолжительные – две недели. И сейчас на водохранилище все спокойно. На данный момент водохранилище заполнено на 50%. Остальные всю воду мы дали сельхоз, товаропозрительным и промышленным предприятиям, соответственно, нашего города. Пока в природе затишье, самое время приступить к реконструкции. Причем не самого оборудования. Укреплять будут защитную систему в антитеррористических целях. Аналогичные работы проведут на всех водохранилищах Казахстана. Они делятся на четыре класса по своему объему. Актюбинская и Каргалинская относятся ко второму. Оба рассчитаны на содержание свыше 200 миллионов кубометров воды. И в случае террористической атаки прорыв дамбы может привести, как минимум, к затоплению нескольких жилых массивов. Изготовление ограждения, противотараны, противопериментальной сигнализации и камеры видеоблюдения. Можно ли сказать, что таким образом будет укреплена безопасность этого? Да, можно сказать, что будет укреплена, так как все будет согласно нашим всем стандартам проведена данная реконструкция. Сама плотина, построенная в 88-м году советскими специалистами, по сей день в отличном состоянии. Все механизмы работают как часы. Менять приходится только быстро изнашивающиеся части. Доследить, чтобы козловой кран не поела ржавчина. Сам этот гигант работает от силы пару дней за весь год, когда необходимо шире открывать или наоборот прикрывать шлюзы. Вслед за Актюбинским водохранилищем наступит очередь Скоргалинского. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по его реконструкции. А вот на Создинском подобные работы проводились относительно недавно, в 2017 году. И там меры безопасности соответствуют действующим нормам. Лариса Афанасьева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Казахстанцев с хронической почечной недостаточностью становится больше. Ежегодный прирост составляет от 8 до 12%. Актюбинский гемодиализный центр ежедневно посещают около сотни больных со всей области. При этом врачи центра отмечают, что болезнь почек молодеет. И за лечением сюда приходят даже 19-летние юноши. Сегодня в наш город приехал врач-нефролог из Астаны, которая проводила консультации и давала рекомендации актюбинцам с диагнозом «почечная недостаточность». Консультации столичный нефролог Оренгуль-Норманова будет проводить два дня на базе гемодиализного центра «БИОС». По ее словам, количество людей с запущенной пятой стадией почечной недостаточности становится все больше. Не только в Казахстане, но и во всем мире. Нормальный ежегодный прирост составляет от 8 до 12%. Главные причины неправильной работы почек – артериальная гипертензия и сахарный диабет, говорит Оренгуль-Норманова. В Казахстане были проведены такой анализ пациентов, которые находятся, получают программный гемодиализ. И из них 44% страдали артериальной гипертензией. И где-то 20-30% – это, собственно, почечные заболевания, гламирование, пилонефрит, и где-то 25% – это сахарный диабет. И во всем мире статистика примерно такая же. Почечную недостаточность можно излечить при первых четырех стадиях развития болезни. Но пятая стадия уже означает, что без аппаратной очистки крови не обойтись. Этот процесс называется гемодиализом. И в Актюбинский гемодиализный центр ежедневно приходят около сотни пациентов. 60% из них пожилые, но есть и совсем молодые люди. Самому молодому 19 лет, говорит глава центра. Данные пациенты, получив инвалидность, первую группу инвалидности, с диагнозом ХПН – хроническая почечная недостаточность. То есть у них сами функции почек они отмирают. Для этого, чтобы поддерживать полноценную жизнь, они вынуждены ложиться на аппарат «Искусственная почка», где совместно с помощью наших врачей мы их консультируем, берем у них анализы, выстраиваем им лечение, коррекцию лечения делаем. И тем самым мы продлеваем им жизнь. Диализ не приговор, а образ жизни, говорят врачи. Если не получить новые почки, то пациент с почечной недостаточностью на протяжении всей жизни должен проходить программный диализ. Процедура у больной проходит через день, и она занимает до 4 часов. Казахстанские нефрологи отмечают, что вместе с числом больных растет и количество центров гемодиализа. Если в 2006 году таковых в стране было 26, то спустя 12 лет их стало 83. Если раньше эти пациенты умирали, в те годы, в начале 2000-х годов, они не могли получить, потому что не было аппаратов достаточно. Сейчас этих аппаратов достаточно, и поэтому все пациенты нуждающиеся получают, и пожилые, раньше пожилых было мало на гемодиализе, сейчас их много, и 60, и 70 лет, и 80 лет они получают программный гемодиализ. Влад Рогушев, программа «Факт». Юношеская сборная Казахстана заняла третье общекомандное место на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который проходил в Алматы. Октябрьские юноши стали одними из тех, кто пополнил медалями копилку народной дружины. В том же городе одновременно с мировым первенством проходил и республиканский чемпионат, где сборная нашей области стала вице-чемпионом. Сегодня призеры пришли в нашу редакцию рассказать о своем достижении. 15-летний Амир Абаев занимается пожарно-спасательным спортом три года. Занимается на тренировочной базе управления по чрезвычайным ситуациям, что по улице Гришна. Абай нашел свое призвание в беге с препятствиями, боевом развертывании и скоростной установке пожарной лестницы. В последней дисциплине наш земляк и добился бронзового результата на минувшем первенстве страны. Задача была в том, чтобы выйти из колодок на довольно быстрой скорости и подвесить лестницу так, чтобы ты смог быстрее зайти в подоконник и завершить это испытание. То есть на время, да? Да. Там все решают доли секунды и каждый старается быть наилучшим. Помимо своей коронной дисциплины Амир взял серебро в командам развертываний. Эти медали на чемпионате страны не являются самыми главными достижениями в спортивной карьере Амира. До этого в прошлом году я занимал первое место на чемпионате Казахстана и побывал в финале на чемпионате мира. А где проходил? В России, в городе Саранск, область Мордовия. Чемпионаты мира и страны по пожарно-спасательному спорту проходили с 13 по 18 августа в Алматы. На первенстве мира казахстанские юноши заняли третье общекомандное место, уступив соперникам из России и Белоруссии. Среди призеров были и актюбинцы. В частности, Ислам Айти Киев и Мадинур Султанов выиграли золото в боевом развертывании. Были и другие дисциплины, в которых наши состязались на турнире. Занятие пожарно-спасательным спортом – это отличный вариант подготовки к становлению полноценным сотрудником структур МЧС. Пусть сейчас ребята еще молодые и не знают наверняка, кем станут в будущем, но опыт и крепкое здоровье, которое они получили на этом спортивно-прикладном поприще, в будущем точно пригодится. Влад Ругушов, программа «Факт». Паралимпийская команда Казахстана отправилась в Париж на 17-летние игры. Первый поток паралимпийцев, участвующих в 17-летних паралимпийских играх, отправился в Париж. В состав делегации вошли спортсмены, представляющие сборные команды по волейболу сиди, паронастольному теннису и пароплаванию, говорится в сообщении. Всего на паралимпийских играх в Париже 2024 казахстанские спортсмены завоевали 33 лицензии в 9 видах спорта. Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября. Как распознать интернет-мошенника? Вам предлагают инвестировать в проект со сверхвысокой прибылью с участием известной компании. Сообщают от имени банка о подозрительных операциях и предлагают перевести деньги на безопасный счет. Представляются сотрудниками полиции или КНБ и требуют оказать содействие. От оператора мобильной связи сообщают об истекшем сроке номера. Внимание, сейчас подделать можно все. Сайт, бренд, лицо, аккаунт, письмо на фирменном бланке. Лучшая защита от мошенника – не делать ничего. Не переходить по ссылкам. Не верить нереальным обещаниям. Не сообщать персональные данные и коды из СМС. Просто игнорировать сообщения или сразу прервать разговор. Ваши деньги в вашем телефоне. И потерять их можно в один клик. Продолжение следует... На завтрак, на обед и ужин, какой бы вкус вам ни был нужен, из всех столовых Октюбе выбирайте Коктюбе. Хоть для взрослых, хоть для ляль, вся еда у нас халяль. Для гурмана просто рай. Восемь горячих. Выбирай. Европейской и восточной и домашней кухни точно. Чай или компот в подарок и парковка без запарок. Ждем вас с 9 утра до 10 вечера. И сам увидишь, как тебе еда и цены в Коктюбе. Улица Улиханова, 35. Вход через ретропарк или кинотеатр «Локомотив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова